Палить из тепловых пушек здесь скорее вынужденная мера. Техника работает без перерывов на обед, выходных и дней учета. Однако все равно, похоже, не справляются. Жири в шубах, родители в шубах, участницы традиционно в весьма открытых нарядах. Тут у них без вариантов. Люди не все тренируются в суперусловиях. Здесь очень хорошие у меня три разминочных ковра. У меня два зала хореографии, где температура, мы нагрели там до 30 градусов. То есть ты спускаешься на минуту 30, выступил и ушел в теплый зал. То есть это никакой проблемы нет. Как сказала Ирина Александровна Винер, если у тебя все хорошо, то ты не станешь чемпионом. Это не самые плохие условия, рассказывают руководители центра. Из плюсов большой потолок, который в этом виде спорта как раз играет центральную роль. Другие залы в Барнауле либо заняты, либо не подходят как раз по высоте. В итоге получается, что Элланс единственный подобный комплекс, который подходит по всем параметрам и соревнованиям подобного масштаба, в том числе. Имя Алина после триумфа Алины Кабаевой стало бить рекорды по количеству названных так девчонок, которые занимаются художественной гимнастикой. Вот одна из них, знакомьтесь, Алина Ермолова. Свои 17 уже чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Из спортсменов тренеры переквалифицировалась после серьезной травмы. Уверяет в Барнауле, если не самый лучший зал в стране, то уж точно не самый худший. Очень хороший зал. Немного холодно, но когда гимнастки в движении, им никогда не холодно. Поэтому потолок здесь и ковер, все условия есть. Отличные условия. За каждым движением Алины из Москвы пристально наблюдает ее тезка из Барнаула. По художественной гимнастике Алина Перфилева посвятила большую часть жизни. Девочка мечтает стать олимпийской чемпионкой. На турнире выступила, говорит, весьма неудачно. Правда, это не повод, чтобы сворачивать с намеченного пути. Мы пытаемся равняться в данный момент на Дину и Реноверенных, потому что они делают очень сложные упражнения. Брать красоту и элегантность у Саши Солдатовой, потому что она очень высокая, очень растянутая, гибкая и очень красивая. Большую часть медального золотого урожая в результате собрали представительницы Омска. У Барнаула больше всего серебра, у Екатеринбурга бронзы, холодную войну. Между руководством и некоторыми родителями обещал остановить новый министр спорта Алексей Перфилев. Чиновник планирует впредь перенести подобные турниры в комплекс победа. Зимой там теплее, а летом прохладнее. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.